Итак, всем привет, с вами Добгай, мы продолжаем играть за нашего короля Уэссекса, будущего короля Англии, а может и Британии императора, но он уже великий, его уже признали весь его народ, его подчиненные вассалы. Итак, осталось лишь завершить его цель, захватить Англию, и скорее всего сейчас мы в Шотландию, и потом уже восстановить Британию и выгнать отсюда всех иностранных захватчиков, так что, если вы еще друг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем, поехали. И я посмотрел, слушайте, нам могут дать на Астурию претензию, что неплохо, но как будто не сильно интересно, а вот на Крестл Альба, как раз таки на Шотландию, нам достаточно интересно. Следовательно, было бы неплохо захватить, а у них есть союзник Лотаринге, ага, это немножко нас должно напрягать, хотя они на каких-то непонятных воинов постоянно участвуют, по идее, не должны, кроме того, нам нужно заключить союз, я посмотрел, тут уже имеется по силе союза, можем мы сделать союз с Восточной Франкией, в Западной Франкии. И да, они будут к их династии принадлежать, это нас устроит, теперь у нас есть РАЗ, очень солидный союзник, ему 40 лет, я думаю, еще продержится нормально, и можно сразу поискать еще одного союзника, Допустим, в Восточной Франкия, вполне себе, принц Хатту, таким образом, да, мы будем связаны с Карлинками очень даже родством, звучит, в принципе, как и в реальности, немцы с британцами, и с русскими, и с нацузами, господи, испанцами, что они только не делали. Ну и давайте продолжим наше завоевание, вот сюда, по УИС, совсем немного нам остается до Англии. И что-то интересное, тайный советник прислал нам это письмо только для наших глаз, а там написано, убей того, кто передаст это письмо. Ладно, стресса я не получу. Это была подстава? Видимо, да. Эм, слушай. Слушай, ты нас, говоришь, подставил, да? Вот это, по-по-римски. Вот это, есть информация, что у нас васшал, вассал вообще ужасный. Надо его за мятеж, как бы это, да? У нас с такими разговоры короткий. Он, конечно, откажется, но... Так, вот это не было, кстати говоря, в моем плане. Война с вот этими ребятами. Вообще не было в моем плане. Но мы можем сделать вот так, позвонить другому папику. У нас тут, знаете, на это... На коротком наборе есть хорошие эти, хорошие номера, как говорится. И так, как я предполагал, у нас очень русские проблемы со стрессом. А можно стать затворником. Это не очень приятно. Это отправление и дипломатик отнимает. Но из того, что есть, это не так плохо. Это нам... Да, конечно, накинет дебафов. Но альтернатива потратить тысячу монет и получить отвратительный дебаф. Либо быть вернутым. Так что, увы, но мы теперь затворник. Возможно, мы сразу можем... Скоро сможем уединиться и еще снять стресс. Да, у нас очень набор такой прям для получения стресса только к тему. Причем теперь общительный затворник. Прекрасно. Ну и да, с помощью наших вассалов, точнее наших союзов, конечно, разбиваем армию этих ребят. И сейчас разберемся с нашим вассалом, который решил нас подставить. Надо, как говорится, дать всем понять, что так-то с нами делать нельзя. Ну и да, звонок папику всегда помогает. У нас еще и дочка. И вот мы сейчас берем крепость. И мы справились с завоеванием. Получаем еще деньги за это. Ну и вассал тут вроде как само надойдет. Прекрасно. О, у нас, смотрите-ка, дитя получил благонравие. Можно оставить. В принципе, это добродетель. Добродетель всегда очень хороша для католиков. А вот и наш вассал отправляется в тюрьму. И поделом ему. О, ему дали прозвище дьявол. Ну, ясное дело. О, я вижу, что наш сосед стал слаб. 3 500. Не хватает денег. К нему могут присоединиться в теории соседей. Но они не сильные. А у нас есть кому набрать. Есть кому набрать. Так, а так. Людвиг, здорово, братан. Тут это надо пизды дать. Кандинавам, которые к нам приехали. Ты это, откатывай. Все, да, отлично. Отлично. Стрелка однозначно. Какие-то едут. И у нас есть, скажем так, тяжелый выбор. Зайти с ума или пробежаться голышом. Не то, чтобы это были разные выборы. Звучит как будто ты сначала сходишь с ума, потом бежишь голышом. Но мы знаем, что мы должны сделать. Потому что иначе урон по здоровью мы принять не можем. И мы, кстати говоря, можем изгнать его. Да, защита как то, что нам надо. Это абсолютно как то, что нам надо. Так, и наш наследник игрок вырос очень сомнительным персонажем, скажем так. Так, а мы насторожим, да. Я бы предпочел, чтобы с него вот этот парень наследовал. Либо может кто-то еще у нас появится. И может его. Потому что пока меня совсем не устраивает, что у нас получился. Ох, кто есть бог. Плюс благочестие, минус стресс. Отлично. Ой, хотят они статус-кво. Нет. Ребята, статус-кво не будет. Эта война будет до победы. До формирования Англии. Наш вассал убил... Ты на соседнего правителя? А. Ну, мы хотим снять стресс по этому вторую опцию. Временно убираем себя из командования, чтобы поджимать кнопки на стресс. Да, отлично. Это нам немножко упрощает жизнь. Отлично. Сбегали домой, погладили кошку. Посидели в интернетах. Не знаю, в местах. Кто-нибудь тут газетки читает? Газеток еще нету. Лодки Альза битв читают. Понятенем. Как они там занимаются. А нет ничего делать дома. Так, и меня кто-то опять шантажирует. Так. Ну что ж такое? Неужели положительное мнение? Ладно, ладно. В этот раз... В этот раз тебе повезло. Ну, допустим. Отказы от секрет убийства. Мы не хотим. Не хотим, ладно. И вот оно. Они готовы принять поражение. Мы получаем целое герцогство. Которое, кстати говоря, можно было бы отдать, наверное, одному из наших наследников. Поэтому я планирую отдать наследнику Мерсию. Мерсию? Не знаю. Как герцогство. Чтобы он перестал быть. Ну, или, в общем-то, второму. А у нас уже почти прокачанная военка. Все, в крайней мере, важное. Отлично. Впоследствии. После победы в этой войне. Мы объявляем себя полноценным королем Англии. Английский двор. Король явит себя. Подданным. Сразу, конечно же, выставляем здесь наше знамя. Еще есть какое-то знамя. Вставляем все знамена. Еще у нас есть легендарный Экскалибур. Прекрасно. Кстати говоря, помните, у нас была претензия на Шотландию? Она у нас никуда не делась. Она у нас все еще есть. Только перед этим, наверное, надо передать вот эти территории сейчас кому-нибудь. Кстати, мы можем этого парня просто в монастырь сослать. Он у нас и паломник уже. И в Благонраве он как будто прям не против. И сделал я что-то вот. Прошение слушать. Нажал кнопку. И, господи, всегда здесь что-то неприятное. 300 монет отдать. Риск одни у меня что-то дастся. Допустим. Воронство. Пилч. Если это здесь, то можно продать. Если здесь, то нет. Оно вот здесь. Но оно пустое. Здесь ничего нет. А, так я на всех случаях сохранюсь. Ну и вроде как, я так понимаю, у нас покупают землю и строят там замок. То есть звучит как будто это круто. Мы еще можем 350 для этого получить. О, признание плюс 70. Да, это тоже мы получаем. Ладно, слушайте, в целом не так плохо, как будто мы что-то получили. Да, окей, это сработало как надо. Здесь появился новый вассал с замком. Отлично, почему бы и нет. Ой, у меня пошло приручение коня. Можем действовать доблестью, можем действовать дипломатией, либо интегрой. Но очевидно, доблестью у нас по ощущениям больше шансов и критический уровень. Нам не везет. Со стрессом, конечно, да. Сейчас охватил стресс. Поехали сюда. Может, в теории природа союзников, но вроде и так должно справиться. Ой, мы захватили себе щит. В этом плане нормальный именно щит, а не щит, так называемый. Конечно, англичане, поэтому можно сразу не понять. Но нет, это именно щит для защиты. Господи, у меня внук гений. Вот этого бы чела нашим, собственно говоря, наследникам. Это было бы отлично. Вот здесь вот владит тех, кого надо. Вот ее бы наследницей. Можем ли мы как-то это сделать? Ой, я стал родственной душой с... Да, с своей женой. Прекрасно. Это, я думаю, нам должно как-то помочь. На финале за Шотландию, в которой мы побеждаем и становимся королем Шотландии. Прекрасно. А еще так как мы теперь король, то мы можем сделать священный орден. Только надо бы где-то, наверное... Давайте в нашей текущей столице. Это будет стоить нам недешево. Но, во-первых, это потом вернется. Они когда будут расширяться, нам не платят деньги. И, конечно же, это для нас теперь армия. Бесплатная на найм против, в принципе, еретиков. А они здесь везде. Можно также пораздавать герцогства. С той простой причиной, что у меня их слишком много. Будут здесь получать чуть меньше с вассалов. Потому что они будут более такие... Более централизованные каким-то другим вассалом. Но ничего, ничего. Как бы... Это доступно, потому что иначе у нас будут дебафы на отношения. Этого не стоит точно. О, вот это мне нравится. Сбросить оковы справедливости и... Сейчас заниматься прихотями. Это... Да, это то, что надо. Нам нужно со стрессом разбираться определенно. И у нас тут есть... Особый тип наследования. Давайте посмотрим, что это будет. Таксонский выбор. Можем все сделать. Сложить наследника титулом. Самый гучный из вассалов из числа. Законный вопрос к правительству. Любой другой законный претендент. То есть... То есть... Теперь, да, мы можем сделать наследником, кого мы хотим. Это нам подойдет. То есть, если я захочу сделать свою дочерь наследником, то я смогу... Ну, либо вот этого сына. Но дело в том, что у дочери уже есть внук-гений. Так что я бы предпочел, наверное, видеть именно ее. Кроме того, есть еще уже... Еще один внук умный. Есть дочка на союз. Да. Я попробую пробивать ее кандидатуру. Выборщики все нам очень сильно подчинены. Но они не хотят выбирать женщину. Но она замечательная женщина. Ну, я доверяю правителю. Так что... Пока не хотят. Пока не хотят. Ладно. А что по поводу ранга? Может, мы просто соло можем перебивать их? Ну, я могу себе вот претензию на герцогство. Еще вот это получить. Ну, кстати, а может, вы захотите медленно пойти нашим вассалом, стать степен скульптур минус, заночьегость, двердость. Не захочет. Ну, ладно. Ну, и давайте начинаем священные войны вот сюда. Они могут пересадиться. Так, но я же не нарушаю какие-то перемирия, верно? У нас... Да, у нас здесь все окей. Так, герцогство, ярлство, мерсия. Поехали. Ой, мы смогли его поймать даже. Я думаю, мы получим просто... А, нет, у него нет денег, увы. Можем его просто казнить. Давайте так и сделаем. Мы должны показать, что будет происходить с нашими противниками. И этим, кстати говоря, я развалил их чертям собачьим. И я не получу территорию за это. Но почему бы нет? А, нет, одну пробку все-таки получил. И, по идее, я должен был получить сам титул. Судя по всему, не получил. Ладно, пойдет. Ну, мы просто оберегаем войну теперь мерсии. Мерсия. Я понятия не имею, какое здесь правильное ударение. Теперь разберемся с ними. А, в клинике захвачены при осаде. Вот, моментально. Ладно, в этот раз мы не будем допускать ту же ошибку. И теперь мы снова воюем. Входя. Да, Англия вся в войнах, но нас это устраивает. В принципе, мы знали, на что идем. Кто-то хочет убить меня. Это неприятно. Я хочу, чтобы ты узнал об этом пораньше. Докусируем все наши силы на том, чтобы не умереть. Кошка умерла, но сделаем шкуру. Она, по-моему, дает нам престиж. Секретность происков и величие, допустим. Ну, ладно, раз за женщину не голосуют, делаем вот этого сына, который имеет благочестие. И тут, да, нормально так голосуют за него все. Кроме нескольких вассалов, с которыми мы разберемся. Возможно, стоит поднять ужас, кстати. Ну, и возникла англо-скандинавская культура. Смотрите. Это дело вот этот соседний правитель, допустим. Мы болеем, но не страшно, мы лечимся. Нам нельзя останавливаться. Мы спешим оставить всю Британию. И вот оно, герцог Гамал Эссекс. Наш верный, казалось бы, вассал, который, смотрите, на самом деле, он двумя герцогствами владеет. И мы об этом все узнали. Черт возьми. Конечно, мы его арестуем. Видимо, наш внук получит новые титулы теперь. Он может... Да, он, скорее всего, конечно, пытается сбежать. Управляет он восстание, но... От судьбы не убежать. Тем временем, я думаю, стоило бы нас сбегать в университет. Можем вот сюда, можем в Ватикан. Но нет. Здесь совсем недалеко есть университет. Даже без охраны можно. Тут безопасно. И смотрите, мы можем... Великолепный артефакт книга. Кайночку на ОВК. Давайте... Да, давайте... Сидим. Только надо с армией уйти. Я думаю, эти ребята дальше справятся и без нас. Армия уже разбита. Но перед этим... Перед этим давайте все-таки проведем пир. Попробуем снять еще стресс. Благо денег у нас теперь, ну, очень много. Вот тут поместья. Тут пир как будто получше будет. Поехали. Нам нужно... Максимально-максимально... Стресс снять перед университетом. Вот оно. 75 стресса сюда. Отлично, отлично. Это все нам надо. Это все очень удачно. Это все заканчивается. Ставься ближе. Потому что, как пани... Не дает нам сотворничество. Едите дальше стресс. Но ничего. Мы уже неплохо снизили. Это хорошо. Тоже, что его тоже мы изгоняем. Просто... Он должен это, по идее, согласиться. И теперь у нас там его, я так понимаю, сын является правителем этих земель. Но родители уже вернуться не сможет. И у нас с ним, да, были отличные отношения, но почему-то он решил нас предать. Но это тоже после пира надо сразу съездить на охоту. Желательно крепкую. Поэтому отправляемся. И вот сюда, недалеко от нашей столицы. Тоже, не стесняемся потратить побольше денег. Нужно хорошо повеселиться, и снять стресс. И собрать престиж, в общем-то. Итак, я думаю, мы пойдем на... Мощного зверя. Да. Эго понижается, но давайте мы хотим его убить. Повышаем. Пластике наказанного баконьера получаем. Плюс налоги. О, Орхидея. В ваших тайных отношениях могли узнать. Это моя жена. Тайные отношения. Невероятно тайные. Так, загоняй в погоню. Можем дать денег крестьянам. Это и повысит шансы, и даст благочестие, и еще и развитие. И опять не удалось. 60% было. Как будто должны были. Ну ладно. Минус стресс. Плюс престиж. Шикарно. Время у нас крестьяне восстают, но... Что я могу на это сказать? Во-первых, то, что пауза здесь не норрмается нормально. А во-вторых, то, что мы сейчас всех подавим. И, наверное, можно на сбор тоже чуть-чуть больше тратить денег. Вот это, наверное, нет. Но вот это да. Чтобы защищаться получше. Это для стресса тоже, да. А для престижа тоже, да. Но нам нужно еще побольше. Давайте вот... А нет, подождите. Все нормально у нас. Да, нам хватать будет. И за ним того, кто восстал. Он, очевидно, не согласен с нашей прекрасной, благородной целью объединить Британию. Сюда. Вот сюда. Попадаем. У нас даже претензии есть, которые, видимо, я делал в самом начале игры. Можно попросить денег у нашего аппаримского. Конечно, просим. Ну и теперь у нас ноль стресса. Если не сейчас идти учиться, то никогда отправляемся в Кантерберри. О, смотрите-ка. Можем сразу поднять шансы. Вообще как, успех. Визитам. Нужно все нажимать на успех. А вот и университетские связи. Еще успех. Смотрите, 61%. Но значительно более успешный. Должны пробовать, должны пробовать. Не удалось, увы. Ивентики набираем, набираем. Уже скоро двоечка будет. Супер. Мы получили свойства прославленный военно-начальник. То есть это пятая у нас. Два очка для распространения в военном деле. Многое золото на покупку редких ценных книг. Это понятно. Слушайте. Отлично. И можно получить с садовода. Не получили. Ну ладно. Так или иначе, что у нас тут? Это мы делаем. Что у нас за книжечка? Давайте изучим. И она не здесь. Она у нас в королевстве, что ли? В этом во дворе. Да. Майстер охоты без изысков. Ну слушайте, ничего великого, но две доблести как бы неплохо пойдет. А еще у нас есть скунский камень. Допустим. Гальское мнение, шотландское мнение. Содержание копейщиков, величие двора, престиж, признание. Шикарно. Мы уже получили первый уровень скиталец от путешественника. И это дает там бонус здоровья, что очень круто. У нас есть хорошие шансы прожить достаточно долго. Ну и конечно мы скоро уже сделаем здесь абсолютный контроль. Там и куратор. И тут галатность можно добиться, а потом можно пойти... Ведь провозило здоровое тело, чем бы нет. Ну и нам говорят, можно реализировать. Обычные налоги, слабое оплачение и религиозная защита. Ага. Допустим. Потом с этим разберемся как-то. Можем передать вассала какого-то. Передаем, чтобы никто не бухтел. И надо продолжать нам захватывать британские земли. Восстанавливать британию. Восстанавливать ее, наверное, до этого особо-то и не было. Но как бы если что-то восстанавливаем, а не захватываем, создаем. Обычно это дает чуть больше легитимности и претензиям. Так что если что, британское, конечно же, королевство, империя всегда существовало до этого. Так что вот плюс еще одно перцикство. Ну что я могу сказать. Давайте на этом подзакончим текущую серию. Англия едина. Но еще не вся Британия едина. Этим и займется наш правитель следующей серии. А может и наследник это продолжит. Посмотрим, кто успеет, тот успеет. А с вами был Дубгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайки, комментарии, твизи, скоро будете. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok